Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале в продолжении моей распаковки с глоксиньями. Я хочу показать вам кое-что интересное. Думаю, что особенно начинающим любителям, фиалководам, глоксиниеводам, стриптокарпусиеводам и так далее и тому подобное, будет интересно узнать и посмотреть и обратить свое внимание в следующий раз при заказе растений, как и на что обращать внимание. Итак, две последующие, предыдущие распаковки. Кому интересно, посмотрите на моем канале. Были разные у меня посылочки с глоксиньями, разных девочек. В общем-то, одни доехали хорошо, вторые не очень. И в процессе обработки уже самой посылки я обратила внимание на одну фишку и хочу сейчас с вами ею поделиться. Итак, значит, первый заказ, который я получила, был вот в таких вот стыканчиках, вот так вот запакованной, вот со списком сортов, которые я потеряла. Это вообще реально, это трындец с звездецом, понимаете, народ? Вот цифры стоят, список сортов переписан на листе. Этот лист быстренько кто-то там что-то убирал у меня, а этот лист уже неизвестно где. Если бы я не снимала видео, я бы вообще не поняла, где и какой сорт, и пришлось бы 20 с чем-то сортов просто ждать, пока зацветут. Это тоже, знаете, такое западло нехилое. Так вот, хочу обратить ваше внимание, что когда вы вот так вот получаете посылки, обязательно проверяйте прочность написания маркера, потому что вот этот маркер, которым мне были написаны сорта, смотрите, он стирается. То есть, если я распакую, сниму скотч и вот здесь вот потру, ничего от маркера не остается, и это просто, просто какое-то, ну вот реально, ну вот зачем так делать, вот реально я не понимаю. Человек, видно, что с опытом. Барышня очень быстро обслужила, очень быстро все сделала, запаковала, прислала мне. И как бы человек с опытом работающий, блин, куча сортов и вот такую фигню делать, я не знаю. Это вот называется, допустим, не у вас поперепутываются эти сорта, потому что я подписала их лишь бы каким маркером. Девочки и мальчики, если вы продаете растения, вот, пожалуйста, потрудитесь купить маркеры для CD-дисков, перманентные они называются. Приходите в магазин констовара и говорите, мне маркер, который не стирается. И вам дадут перманентный маркер на спиртовом, на спиртовой основе, который просто вот он нанесли, и он ничем не стирается, только спиртом. Я не знаю, но это, блин, до копейки стоит этот маркер, но вот это вот, конечно, фигня такая. Я вот реально на этот счет не так важно сорта, мне так важно, чтобы был сорт, чтобы я не спутала. И вот такая вот ерунда, не знаю. Вот люди прислали, сразу подписано, стикером приклеено, все работает. Теперь следующий момент, это такой, ладно, это можно сказать, что я придираюсь. Но следующий момент, следующий момент, следующий. Когда я распаковывала, вот я, кстати, оставила одну детку недораспакованную, вот я вытаскиваю полностью детку, когда я распаковываю. Офигенно плохо, потому что, понимаете, девочки и мальчики, вот эту детку, вот эту детку взяли, вот там, где она там росла, где-то у девочки в какой-то плошке, вот, знаете, кучу насаживают, но если ты уже продаешь, ну, блин, ну посади в один стакан, ну, ё-моё, это такая сложность, чтобы вот эту фигню такую не продавать. Потому что эта детка в любом случае была вытянута из большого какого-то места, где она росла, воткнута в стакан, присыпано вот это всё, что-то там затыкано, подписано и продано. Вот у меня, если честно, я не удивлюсь, если с этого заказа позацветают не те сорта, которые я заказывала, так, забегаю вперёд, смотря в воду. Но это не работа, понимаете, вот это для, особенно для начинающего фиалковода, глоксиниевода. Вот если вы такое счастье купили, ну, если честно, я больше с таким продавцом работать не буду. Вот говорю, как есть. Да, да, цена была хорошая, цена была нормальная, не низкая, не ниже рыночная, была нормальная, среднестатистическая рыночная цена на глоксинии. И вот такое вот, да, корни есть, всё, но это вот здесь ещё ко всему, ко всему, очень мокрый торф, просто очень мокрый торф. Он прям весь, вода в нём, вода, вот это просто закинуло, что есть там, понимаешь ли. Экономия торфа, это реально, да, вот воткнутая эта детка сверху, если вдруг какие-то претензии вы будете предъявлять, или, допустим, я, скажут, что то почта везла и растрепала, понимаете. И это все-все-все глоксинии именно из этой партии. Я сначала не могла понять, ну, как вот она могла так запаковать, что прямо туда запихнулся этот кулёчек, как это. Ну, они все такие, понимаете, они все вот-вот с корнями выдратые, земли не держатся. Я реально, вот я могу вам, как человек, который продающий растения, могу вам сказать, что да, бывает такое, что ты несёшь этот поднос с этими фиалками отставленными, может упасть там, вывалиться. Я согласна, бывает. Бывает такое. Ну, все растения вот такие ко мне приехали. Все детки из этой барышни, они в таком вот состоянии. И я считаю, что таким человеком работать дальше нельзя. Сейчас вам покажу, покажу. Жалко своих денег и растений, потому что, ну, вот её оторвали, выдернули и положили. Оно не осво... Ну, даже хотя бы несколько дней оно не постояло. Оно просто вот реально воткнули, кинули в посылку, едет пускай. А вот пример того, как выглядит глоксинья, которая пожила уже в стакане определенное время. Видно, что она пересажена в большую тару, эта глоксинья. Здесь есть корни. Здесь реально и видны корешки. Вот они тонкие, потому что у глоксини тоненькие корешочки. Всё освоено, торф не сильно забито. Всё нормально. Я думаю, что вам видно. То же самое вот с детками от того же человека. Да, детка небольшая. Вот видно корень. Вот видно корень. Он идёт, 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 идёт. И всё красиво, всё замечательно. И вот обратите внимание, разница в состоянии двух растений. Это после пересылки листья плотненькие. Такая вся крошатушечка. А вот это, оно мягкое, вялое. Оно никуда не годится. И понятное дело, что это растение стрессует гораздо больше, чем это. И уже с этого получить толк сложнее. Нужны танцы с бубнами. Нужны вот эти все ай-яй-яй, потятяй. Давайте теплички, плёночки, брызгание святой водой и так далее. Короче, что делать? Да, вот многие скажут, что да, я тоже такие получала растения. И всё, и не сохранила, потеряла и так далее. Что делать? Обязательно, если вы видите, что оно вот так вот болтается, значит, вытаскиваем смело. Опять же, повторюсь, берём для сохранения сорта вот этих 2 или 3 листика. Оставим вот раз, два, три, четыре листа глоксиния вполне достаточно. Извиняемся перед этой деточкой, что мы так с ней поступаем. Забираем в неё вот эти 3 листочка. Просим её укорениться. Сажаем в свой проверенный качественный торф. Слегка увлажняем. Лучше всего посадить влажный, слегка влажный торф. Так, вот это всё, вот это всё ставим в тепличку. Обязательно на освещение стеллажное, без прямых солнечных лучей. Всю вот эту красоту ставим в то место, где у нас с вами растут и укореняются глоксинии. Вот это залог успеха сохранения этой детки. Если эту детку вот так вот тут воткнуть, что-то там примять и поставить, но вероятность того, что она приживётся, очень-очень низкая. Значит, нужна влажность, нужны условия и обязательно тепличка. Да, я могу сказать, что девочка меня предупредила, сказала, что поставьте в тепличке вот эти детки, пускай они у вас там растут в тепличках. Но она не сказала, что она их только пересадила. Если вы так хорошо обслуживаете клиентов, ну, тогда предупреждайте, что да, я детки пересадила только что вот буквально, пожалуйста, обязательно поставьте их в тепличке на светлое место, чтобы человек, который не знаючи, что это действительно только пересаженные, видите, уже падает. Не хочет в этом торфе расти. Вот. И тут вызывает сомнение именно торф, который здесь. Если человек вот так вот нагло относится к работе своей, я считаю, что это нагло. Если вы уже отправляете, отправляйте вообще без стакана, вот так вот кидайте в кулек, чупарится еще стаканчики, номера, какие-то пенопласты в горшке. Ну, это вообще фигня пол. Короче, ребятушки, обращайте внимание на такие вещи. Если хотите сохранить, а я хочу, допустим, сохранить, я обязательно это все поставлю в тепличку, накрою. И это называется танцы с бубнами. Это не вот эта детка, которую ты купил, поставил, поливаешь, смотришь, любуешься, как она растет. Это вот такая вот фигня, с которой надо садиться, тратить свое время, делать пересадку и вот такой вот, и так далее, и тому подобное. Вот так вот, ребятушки, так что, вот такие выводы я сделала. Конечно, у барышни коллекция была большая, но больше я с ней не хочу сотрудничать, потому что неизвестно, как поведет себя дальше эти растения. Это, знаете, как на авось. Я хочу вам сказать, что у меня реально был опыт моей тупорылости, но я признаюсь реально вот вам и себе и вообще всему миру, что я реально в какой-то момент просто заказывала у девочки сорта, заказывала у нее битые клещом растения, она мне вешала лапшу на уши, а я ей верила и кивала головой, потому что я была только в начале вот этого всего пути, думаю, ну я же уже с нее получила, уже ж укоренилась, ну я возьму еще, и вот я себя так уговаривала, я так оправдывала ее, но думаю, ну, наверное, так получилось. Еще когда у меня был спорт, я вот, знаете, как, ну вот реально, я когда у нее купила фиалки первые, это вот я закончу мысль, вы дослушайте, пожалуйста, вот, я реально думаю, ну это же укоренилось, вот выросло, это же хорошо, давайте я еще закажу, у меня зацветает фиалка вообще с непонятного цвета, вообще не по сорту, дикий спорт, как она сказала, это спорт у вас, то есть лапша уже пошла такая, что именно когда она сказала, что это у вас спорт, я очнулась просто, потому что я поняла, что меня просто уделывают, в прямом смысле слова, она мне продавала стартеры в виде деток, она мне продавала какие-то листья закрученные, это так надо по сорту, понимаете, вот в тот момент, я как человек, который только начинал работать с фиалками, я верила, кивала головой, я боялась потерять деньги, купить у кого-то другого, потому что эта девочка отправила, и как бы не обманула, и какая она большая молодец, и я боялась, вот мысль основная такова моя, что я боялась заказывать у других людей, потому что здесь же уже проверено, я же её уже знаю, понимаете, а там, там же неизвестно, уверенно мне пришлют здесь какашку, ну пришлют эту какашку, понимаете, а там, а там неизвестно, может и не какашку, и вообще ничего не пришлют, понимаете, и вот этот вот страх ошибки, что вот ладно, уже хоть как есть, пускай так и будет, вот это вот тоже вот, если вы начинающий цветовод любитель, не бойтесь ошибаться вот если вам вот такое прислали не знамо что и вас не устраивает но здесь тоже еще хочу обратить ваше внимание что нужно адекватно оценивать ситуацию вот это вообще не не гуд это нормально хорошее растение глоксиния стоящие своих средств и то же самое вот это глоксиния вот я вам просто показала самый маленький здесь вот видно что торф немножко вытрутился но корни то есть корни то есть и смотрите какая она плотненькая красиво это вялая несчастная и все понимаете и вот так вот когда вы начинаете уже жестко на это все смотреть критически критично посмотреть да я ошиблась ну с кем не бывает не попробовав не узнаешь второй раз сюда пойти я уже не пойду я буду искать в другом месте возможно там тоже меня обманут да но не это не обман это как я даже не знаю как это нужно обман для меня это если вообще-то мне прислали прислали вместо 22 да и заблокировали телефон как бы для меня это обман а это ну просто недобросовестное отношение к своей работе не предупреждение того что растение только отсаженные на них потребует более тщательного ухода это вот такой вот момент да и для себя ну да придется искать дальше вот ну может на третий четвертый раз не повезет найти поставщика который действительно мне предоставит качественный посадочный материал который я смогу использовать дальнейшем в своей работе потому что у меня в планах в принципе реально расширить свою коллекцию глоксини где-то я думаю где-то 150 100 сортов вот взять но пока что начало положено 25 сортов есть там зацветут посмотрим вот так вот все ребятушки надеюсь было для вас полезно надеюсь вам было очень полезно видеть это видео хочу сказать что не бойтесь ошибаться всякое бывает дай бог здоровья все сделаем все вырастим и все у нас получится всем хорошего дня прекрасного настроения до новых встреч пока пока